Наручные часы Suunto коллекция Traverse Alpha. Эта модель выпускается в двух видах корпуса. Такой сероватый на зеленом ремешке и черный корпус с черным текстильным ремешком. Часы защищены сапфировым стеклом. В комплекте идет гарантия 2 года в России. Включаем часы, а также USB кабель, чтобы вы могли создавать свои маршруты и загружать их на часы с помощью компьютера. Вот он, USB кабель. Это инструкция. Давайте посмотрим, какие функции выполняют часы. Часы идут с виброоповещением. То есть они также соединяются с телефоном, могут оповещать вас о звонках, о сообщениях, полученных на телефон. Настройка часов начинается с выбора языка. Так, русский. Так, единица измерения метрические, формат времени. Так, настроим время. Так, это вот основной циферблат часов. Вверху мы можем видеть день, неделя, месяц и дату. Время. Тут отображается время восхода и захода солнца. Оно отображается на основании данных GPS. Ну, сейчас мы с GPS не подключались, поэтому оно не показывает. Так, секунды. Высота над уровнем моря. Тенденция изменения атмосферного давления. То есть, если оно показывает так ровно, то давление стабильно. Так, этапы. Процент зарядки. Так, центральной кнопкой мы можем переключиться к следующему дисплею. Это у нас альтиметр, термометр. Так, нижняя кнопка вот эта также меняет вот эти показатели. Это давление. Ну, здесь будет рисоваться график изменения высоты. Так, все, вернулись обратно. Компас. Так, ну, его нужно откалибровать. Ладно, калибровать не будем. Вернувать, откалибровать. Все, откалибровался. Нужно восьмерку нарисовать в воздухе. Компас, как видим, с компенсацией склонения. То есть, часы не обязательно держать. Строго горизонтально над землей. Не знаю, как вы видите. В часах подсветка красного цвета. Вот так, немножко видно. Это сделано специально, чтобы она не слепила вас, если вы смотрите, через прибор ночного видения. То есть, такая достаточно уникальная подсветка, нигде не встречается больше. Здесь у нас есть навигация. Можно заранее создать маршрут. Можно, к примеру, базовый лагерь где-то, к примеру, в лесу, в горах, сохранить это местоположение. То есть, нажимаем, вот текущее, определить текущее местоположение. Найти его, сохранить точку и уже идти от этой точки. И часы всегда вам покажут, какое расстояние вам нужно, чтобы обратно вернуться. И в какую сторону идти. То есть, можно 250 точек создать для навигации. Либо проложить маршруты, используя сайт MovesCount. Там есть сейчас новые теплокарты. То есть, они рисуются на основании других пользователей, кто где путешествовал. Журнал, журнал, пост. Можно вести журнал походов, охоты и рыбалки. Также в часах есть фишка. Она определяет, если вы стреляете, и на карте отмечает эти места. Места выстрелов. Время, дата. Внизу также, насколько я знаю, можно второй часовой пояс вывести. Вот двойное время включить и выключить. Тоже очень удобно. Будильник. Будильник 1 вставляется. Так, в это время и дата. Также в часах встроено штормовое предупреждение, которое оповещает вас, если давление резко поднимается или падает, что предшествует изменению погоды. Часы сделаны очень качественно. Такие очень, достаточно легкие. Вот такой вот ремешок. Заказать часы можете на нашем сайте виптайм.ру Спасибо за внимание.